МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Выбор жизни». С вами в студии вновь я, ведущий телепрограммы, Андрей Лимонов. Сегодня я пригласил в студию по многочисленным просьбам зрителей Александра Ивановича Нотина, президента автономной некоммерческой организации «Переправа». Здравствуйте, Александр Иванович! Здравствуйте! Огромная просьба от зрителей была о том, чтобы нам с вами поговорить о конфликтах. Ведь на самом деле эта штука возникла ни сегодня, ни сейчас. Какова ее природа? И самое главное, какое ее значение в жизни каждого человека? Ну, вопрос, конечно, глобальный, потому что конфликты разные. И если мы заглянем в душу человека, у него тоже внутри постоянная борьба, стихии различные. Явные скрытые войны. Скрытые войны. Искры только летят порой. Там, внутри, очень глубоко где-то. А с другой стороны, мы видим войны глобальные, мировые. И заглядывая вглубь истории, может быть, в поисках того первоисточника, откуда все пошло, мы, конечно, должны обратиться к книге бытия, к изгнанию Адама и Евы из рая, к тому, что они начали жить на земле уже как люди смертные, потому что они стали смертными, тленными, то есть подверженными стихиям, нуждам, болезням тем же самым. Хотя жили очень долго, по 900 с лишним лет. Еще земля была чистая, кстати говоря, тоже немаловажная. Экология была совершенно другая. Атмосфера сама была другой. Она была защищена толстым слоем воды до потопа. А потом, когда мы читаем о потопе, то Господь открыл как бы шлюзы некие. И 150 дней проливалась вода, пока не затопило все. Откуда она взялась? Она была вокруг Земли, поэтому атмосфера была очень мягкой. Не было сезонов, не было космической и всякой другой радиации. Об этом, кстати, многие отцы писали. Вот эти люди жили долго, но они уже были смертными, тленными, подверженными болезням и страстными. Уже и страстишки там уже гуляли. Со страстями вошли конфликты. И мы видим, как постепенно все это развивается. К сожалению, современные технологии, цивилизации, коммуникации усиливают эту конфликтность. Почему? Какие-то внутренние общественные социальные барьеры, которые ограничивали расползание зла по лицу планеты, они ныне сокрушены информационными, прежде всего, технологиями, доступностью, интернетами. И люди стали быстрее, сильнее, глубже заражаться друг от друга вот этими вещами, очень вредными для души, и стала почвой для конфликтов возрастать. Скорости, темп жизни – все это почва. Риски жизни – почва. Конкуренция – почва. А конфликты, они начинаются, конечно, внутри. Ни в коем случае не вовне. Никаких внешних причин. Земля, она та же самая. Она еще в состоянии его кормить, его защищать и его опекать. Давайте посмотрим заранее подготовленные видеоматериалы. При анализе семейных конфликтов, особенно супружеских, важно учитывать кризисные периоды в развитии семьи. Они соответствуют периодам развития. По статистике, в течение первого года совместной жизни разрушается до 30% браков. Наиболее типичными причинами конфликтов в этот период является несовместимость претензий на лидерство, разделение домашних дел, претензии на управление бюджетом и интимно-личностная адаптация. При появлении детей происходит резкое ограничение прежних увлечений. Постепенно накапливается усталость, могут проявляться противоположные представления по вопросам воспитания и профессиональной ориентации детей. Следующая причина семейного кризиса часто связана с переживаниями по поводу возможных измен мужа. Там обычная семейная ситуация, муж с женой цапаются, иногда до драки. Что происходит? Два субъекта, близкие, по сути, одноплоть, чем-то изнутри движимые вступают в эту вражду друг с другом. Причем из первого во второго изливается некое количество отрицательной энергии в виде оскорблений, в виде каких-то упреков. Обид. Да бог знает что. Все мы знаем, о чем идет речь. И оттуда, как пинг-понговый шарик на столе, летит то же самое. Потом они так вот перепасовываются, потом они до полного изнеможения, потом не могут вспомнить, с чего началось. Правда ведь? Сгорает все. Все сгорает, и потом они вроде все обессиленные, они вроде зашли брек по углам, сейчас какое-то время вроде все продолжается. Что произошло? Мы должны очень четко это понимать. Душа выбросила отрицательную вот эту вот энергию, и душа ее получила обратно. Счет 0-0. Ничего не изменилось, только стало немножко хуже. Как в том анекдоте, когда два ковбоя едут по прериям, скучно, и вдруг один говорит, давай, говорит, я за 100 баксов съем вот эту сухую коровью штуку. Он говорит, да ладно, ну давай, все поспорили, он съел, тому обидно. Потом они едут дальше, он говорит, ну давай теперь я за 100 баксов. Да ладно, что там, ну я же тебе заплатил, что ты... Потом они едут дальше, говорит, тебе не кажется, что мы этого наелись бесплатно? Да-да бесплатно. Вот это вот что-то вроде этого. Значит, что делать? Один должен быть умнее, один должен быть чуточку терпеливее, один должен быть чуточку снисходительнее, один должен чуточку больше знать о природе внутреннего человека. Если хотя бы небольшой запас этот есть, небольшой, пусть там все вот больное, болит, зудит там, и ищет выхода. Первый номер, предположим, второго должен пожалеть. Понять, что это болезнь, что человек орет, вопит, размахивает руками, изрыгает проклятие, потому что он глубоко несчастен в этот момент и болен. И у него уже это извержение, потому что он не может удержать это внутри. И если он чуть-чуть хотя бы пожалел, он должен понять, я должен ему помочь. Второй пункт программы. Чем-то хоть помочь. Чем я могу реально в этой ситуации помочь? Поставить экран любви, через который не проходят ни отсюда, ни отсюда, вот эти огненные стрелы, ранящие наши души. Святые отцы так и говорят. Поставь с раннего утра стражника уграда сердца своего, своей души, потому что сердце – это душа. Здесь центр души. И целый день отражая огненные стрелы врага. Вот она, огненная стрела, полетела. Во-первых, сразу идентифицировать. Вот оно полетело. Это начало конфликта. Первая спичка. Еще ничего не зажглось. Еще хворост сухой, но спичка ее может затушить. Когда уже появляется навык, ты уже сразу понимаешь, что ты внимательный к себе. Ты уже понимаешь и себя лучше, и его лучше. Дальше все говорят, как терпеть. Нет, ну конечно, если ты будешь терпеть, стиснув зубы, проклиная в душе этого человека, и, так сказать, как вот до кровавой слюны, как вот иногда встречается в отечественнике, то ничего хорошего не будет, потому что ты будешь терпеть, 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 и тебя опять порвет. Это называется копить лаву до хорошего часа. Да. И там оно еще хуже будет. Может, до чего, Бог знает, до чего дойти. Терпеть в том смысле, что беречь его, ограждать его, всячески помогать ему преодолеть вот это страшное состояние, которое в нем есть. Некоторые говорят, ну как же, это унижает там то, сё. А не больше ли унижает, когда ты, Бог знает, какие слова из себя исторгаешь, а тем более поступки, дела и так далее. То есть получается, Александр Иванович, принимать это, вот как мы с вами говорили о болезнях, как некую скорбь, как некое лекарство, антидот, прежде всего для своей души. Даже понимая, что твое терпение – это антидот и для твоей души, и для его души. И ничего другого быть не может. Но терпение какое? С любовью. Когда человек начинает работать с собой, воспитывать, взращивать, потому что это все не делается за один день. Это практика, это надо месяцами, можно даже годами заниматься, практиковать. Предположим, женщина, она обнаруживает, что-то он как-то не так себя ведет. Ишь ты. Тут-то я надеялся, что сейчас мы тут как следует повоюем. Как обычно. Повоюем, да. А он что-то как-то уходит, вызовет с ее стороны даже какое-то раздражение дополнительное, даже дополнительный гнев. Ничего. Все равно вот этот механизм действует. Вот этот экран любви, который созидается, он будет действовать. Ее огненные стрелы отражаются и гаснут. Не возвращаются к ней, как возвратились бы меня к ней. Они гаснут. Она от них избавляется. И постепенно все приходит в состояние. Конфликт тушится. Александр Иванович, и все же относительно семейных конфликтов, ведь подчас они зажигаются настолько сильно, и пламя распространяется так быстро, что буквально люди разводятся на следующий день. Вот что можно посоветовать с точки зрения, как охладиться? Может быть, привлечь какое-то третье лицо в эту ситуацию? Нет другого способа и нет, к сожалению, другого пути, как совершенствование самого себя, как победа над собой. Какая победа над собой, когда там битва идет, там пули свистят и шашки клацают? Вчитываться в строки писания, предания, познавать, узнавать, применять к себе, упражняться, совершенствоваться и так далее. Ну, смотрите, вот строки из Писания нашего. Говорит Господь. Терпением вашим стяжите души ваши. Душа. Какая польза человеку, если он весь мир обретет, а душе своей повредит? Интересно? Да. Весь мир. Это не то, что там какой-нибудь кусок земли купил. Тебе нужны-то дворшины, когда помрешь. Вот и вся земля, которой ты реально обладаешь. А мы все там, мы туда-сюда. Душа. Целый мир не стоит царапины на одной на душе. И дальше. Претерпевый до конца, той спасен будет. То есть только дотерпевший до конца. Вот мы говорим, конфликт. Почему сейчас столько много разводов? Потому что общественная среда стала сатанистской. По сути. В ней побеждают не христианские, православные, проверенные веками, нормы, морали, нравственности и так далее. Вот. А в ней доминируют. Совершенно противоположные. Мы слышим, как сегодня оправдывается разрушение семьи, человеческой свободой, ложно понятой любовью. И ведь никто особенно не порицает того, что происходит. Более того, в кинематограф, в телевидение, как бы подхватывает эту идею, ее оправдывает, вводит ее в некий порядок жизни, представляет ее, как один из возможных свободных выборов свободной личности. Все, что установил Бог, человек, да не разрушает. По статистике, 297-ты из каждых 300 семей разводятся. То есть фактически и семей-то как тыховых уже не остается. А почему не остается? Прошел вот первый, значит, конфетно-банкетный там этап. Вот. Дальше начинается просто быт. И появляются грязные носки, грязные сподни. Какие-то трудности в магазин надо сходить, пол помыть и так далее. Привычки старые. Привычки. А как дети воспитали? Все должно быть мне. А другому ничего. Это уже сейчас нравы. А посмотрите, что происходит в этом поганом доме-2. Это на всю страну. Неизвестно, на какие деньги я хотел бы узнать. Кстати говоря, кто финансирует. Если это бюджет, я отказываюсь, как налогоплательщик, финансировать эту дрянь. Пропагандирует что? Паразитизм? Да? Тунеядство и блуд. А что мы потом хотим от молодежи, которая это воспринимает буквально? Что показывает по телевизору? Кругом одни. Да, и примеряет на себя, да. Оборотни в погонях, проститутки, удачливые мошенники и вороватые чиновники. Вот любой сериал откройте. Посмотрите, кто действующие лица и исполнитель. Мы что, только этим живем? Да смысл, цель, сердцевина человеческой жизни – это его душа, которая должна быть здоровой. И только когда она здоровая, ты можешь создать нормальную семью и потерпеть ради другого человека, и смириться. Причем Господь говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Александр Иванович, насколько важно в этот момент конфликта, чтобы не допустить сжигания всех мостов, обратиться за помощью? Может быть, это семейный психолог, или это батюшка, который действительно может выслушать обе стороны, и, по крайней мере, сказать и слова утешения, и, может быть, где-то слова такого более серьезного назидания, что называется? Конечно, если еще какие-то мостики остаются, взаимопонимание, и, если хотя бы в одной душе это есть, так сказать, отношение к этому не как к какому-то стихийному бедствию и какой-то случайности, а понимание природы этого явления. Когда все более-менее успокоилось, не бежать, разводиться, а действительно обратиться, например, к родителям даже. Все родители вменяемые, они очень много помогут с высоты своего опыта. Да, кстати. Второе. Предъявить претензии к себе. Каждый должен к себе предъявлять. Она к себе, он к себе. У нас, к сожалению, мы все время вовне отбрасываем. Она виновата, она все сделала не так, она вот такая-сякая, другая, третья, не мазаная. А я, получается, херувим. Пушистый, светлый. Пушистый, светлый и ни в чем не виноват. Вот всегда надо винить себя. То тогда сразу картина совершенно меняется. Причем человек может сказать, почему только я, а она что? Она тоже себе это скажет. Я предлагаю послушать мнение эксперта по теме нашего разговора. Конфликт может возникнуть на любой почве. Это просто столкновение двух людей. Но если этой причины нет, то они тут же поговорили, и конфликт исчерпался. Но вот когда два человека продолжают конфликтовать, эта причина носит название «третья сторона», то есть третий человек. Не в поле зрения. Эти двое могут драться сами по себе. Все, что нужно сделать, для того, чтобы уладить этот конфликт, это нужно спросить человека номер один, кто говорил ему плохо про человека номер два. И спросить человека номер два, кто говорил ему плохо про человека номер один. И что именно было сказано? Будет некоторый список, и в том месте, где он пересечется, мы вдруг обнаружим человека, который обоим им говорил. И они теперь оба не хотят уложить эту ситуацию. Как только мы такого человека находим, конфликт исчерпался, два человека быстро в течение нескольких минут способны помириться. Психология – это наука о душе, которая отрицает существование души. Написано множество идей о том, как создаются конфликты. И в конце концов делается вывод, что конфликтом нужно управлять. Шикарный анекдот по поводу психолога, который лечил человеку инурез. Когда человек говорит, психолог мне помог, я от инуреза не избавился, но теперь я им горжусь. И вот с конфликтами точно так же. От конфликта не избавился, но теперь я им управляю. Психологи – это, так сказать, ну, что называется, йодом замазать эту ранку. И больше ничего. А у батюшки уже, особенно если поисповедоваться, ну, если вдруг сил хватит, и тем более причаститься, и поговорить с батюшкой. Если мы посмотрим, эти войны идут постоянно внутри нас, постоянно, мы постоянно находимся в борьбе с самым собой. Кстати, отцы святые говорили, что главное терпение человека в этой жизни – это терпение самого себя, своей больной души. И поэтому начинать надо этот процесс с самого себя. Надо бороться с грехом, со страстью, которой есть суть страдания, с болезнями души, надо ее беречь, охранять, мониторить ее. Когда мы этим занимаемся, душа чуть-чуть становится сильнее. А предположим, наш партнер не очень это все воспринимает, у него чуть-чуть хуже дела обстоят. Что же мы должны, его добивать, что ли? Вот тогда возникает у нас запас прочности, и мы можем уже транслировать эту энергию любви в ту сторону. И тогда происходит общее урегулирование и моего внутреннего конфликта, и в целом уже семейного, скажем, конфликта. То же самое и с детьми. Как можно воспитывать детенка нашего с собственным раздражением? Ни в коем случае. Если ты хочешь его что-то учить, ты сам себя сначала успокой. Помните, как Господь ходил в тиши дня, беруха льем на древнееврейском. Когда Адам и Ева уже спрятались по смоковнице, и оделись в эти листья, для чего он ходил? Чтобы они успокоились. Они были детьми. Да и мы все дети перед ним. И вот поэтому, хочешь ему что-то объяснить, найди момент покоя, когда он не сам успокоен. Ребенок, он почище нас. У него получше там дела с душой. Но когда мы начинаем выплескивать это свое на него, когда мы начинаем что-то такое говорить, особенно то, что он не заслужил, это называется антивоспитание. И это называется, мы губим его нетленную душу. За что потом будем еще там отвечать? Александр Иванович, а если касается общества, ведь очень многие сейчас задаются вопросами, как работать с социумом. Кто-то предлагает одни крайности, кто-то другие. Но ведь здесь, о чем вы говорите, это и есть как раз вот это золотое зерно, из которого могут войти всходы и целое поле. Рецепты есть, но современный мир, который погрузился в апостаси, в отступление от Бога, этих рецептов знать не хочет. А незримый враг очень этому способствует. Принцип очень простой. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, изменитесь сами к лучшему. Единственный путь через покаяние. Потому что покаяние, метаноя по-гречески, это изменить. Никакого другого способа, никаких других каких-то общественных форм, схем, идеологий и так далее нет, потому что все это внешнее. И какая бы эпоха, какие бы идеологии не доминировали, люди-то не и те же. Сначала я должен свои конфликты победить. Через это побеждаются и другие конфликты, потому что чем больше мир погружается в тягчайшие страсти, души заражаются, потом ими овладевает безумие, потом ими овладевает даже суицид. Вот я когда смотрю на современную политику Запада, я вижу суицидальные настроения. При том, что Россия вроде бы уж куда больше прогнулась. Вы хотели, чтобы не было СССР. Все тактично, все с достоинством. Вы нам написали Конституцию, все экономические рецепты. Вы, значит, своих людей везде рассажали. Чего надо еще? Нет, мы вас все равно ненавидим. Беснуется. Мы ненавидим, почему эта болезнь очень глубоко, гораздо глубже зашла на Западе, чем у нас. И во-вторых, потому что они чувствуют, что здесь есть потенциал вот этой праведности, потенциал правильного понимания жизни, мира, Бога, человека. Он есть еще, там уже все. Там уже практически все закатано асфальтом. И огромная масса людей, или войны, или конфликты. Что творится сейчас в этом мире несчастном? Но опять же, что нам делать? Вот нам осуждать этих, этих других. Человек, тебе есть чем заняться. Это контрпродуктивно. И все это приложится, как Господь нам объясняет. Поэтому конфликты есть продукт. Я лично, я должен принять на себя ответственность за все конфликты в мире. Начиная от своих личных и кончая глобальными. И верующий человек сегодня, фактор геополитики и субъект стратегического действия. Один человек. Потому что он может в свою орбиту привлечь еще кого-то, там Господь поможет. Кстати, если вы посмотрите на структуру нашей церкви, на прихода и так далее, это же и есть вот этот организм, на самом деле. Да, это и есть вот это вот скрепляющее островки, да, друг с другом. Да, а между ними еще бродят люди, которые пока никак себя не определят, не найдут. Когда патриарх Алексий II давал благословение, переправил, он так и сказал мне, лично сказал, храмов мы построили достаточно. То это было 10 лет назад. Пора строить души. Александр Иванович, я вам желаю сил душевных и телесных. Очень хочу вас вновь видеть в нашей студии. Спасибо вам огромное. Будем надеяться. Спасибо за внимание. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент автономно-некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.